В Казахстане увеличат выплаты для семей, где воспитывают больше семи детей. Теперь государство будет начислять пособия, независимо от дохода за каждого ребенка. Министерство труда и соцзащиты определили размер выплат, подсчитав максимальное количество детей 15 человек. Какая получилась сумма и как скоро многодетные семьи получат обещанную помощь, расскажет Зарина Беремпул. Новый вид пособия с этого месяца получает почти 370 тысяч многодетных семей, у которых больше четырех детей. Сумма варьируется от 42 тысяч тенге до 74,5, что вызвало вопросы у родителей, воспитывающих больше семи детей. Чтобы все было справедливо, Министерство труда и социальной защиты решило рассчитать размер пособий до 15 детей в семье по той же схеме. 4 МРП или 10 600 тенге на каждого ребенка. Так, максимальный размер выплат теперь 159 тысяч тенге. У нас в регионах были случаи, когда, обращаясь к многодетной матери, имели 11-12 детей. Но, как бы, получается, по нашему порядку им предсчитать способия, которые предусмотрены для семейных детей. Мы сегодня, инициативный законопроект со стороны Мажелиса поступил, правительство его заключение дало, и в ближайшее время Мажелис и примет. Вне зависимости от сроков принятия инициативы, она вступит в силу задним числом. С 1 января этого года. То есть будут проведены перерасчет и доплата. Это коснется 2451 семью. Зарина, а есть ли в нашей республике такие семьи, кто получит максимальную выплату? Да, в Казахстане есть одна семья, в которой 15 несовершеннолетних детей. Они проживают в северо-казахстанской области. Судя по всему, они и стали ориентиром в расчетах министерства. Также сегодня на коллегии в профильном ведомстве говорили не только о будущем детей, но и взрослых. Назвали две основные проблемы мизерных отчислений в комиссионный фонд. Это нерегулярность начислений и низкие доходы населения. У нас действительно есть дисбаланс между минимальной зарплатой и минимальной пенсией. Минимальная пенсия, как вы знаете, индексируется каждый год на инфляцию плюс 2%. Минимальная зарплата не индексируется. И в этом отношении у нас действительно очень большой пробел в отношении минимальных стандартов трудового дохода населения. В министерстве в целом поддерживают индексацию зарплат, то есть увеличение доходов граждан в соответствии с ростом цен в период инфляции. Пока это не учтено в трудовом законодательстве, так как не были согласны объединения работодателей. Но в ближайшее время должна пройти рабочая встреча с профсоюзами. Будьте в курсе событий, происходящих в нашей стране, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте включить колокольчик, чтобы первыми увидеть все самое важное.